Под видео о том, как за 5 секунд подняться на высокий канат, не имея запаса сил и не умея подтягиваться, вы стали писать о том, что такая техника, которую я предложил, требует много времени для обучения. А я хочу доказать, что это не так, и любой человек может научиться этой технике за одно занятие, потратив от 1 до 60 минут. Для того, чтобы это сделать, понадобится человек, который не умеет подниматься на канат. Вы проверить этого, конечно же, не можете, просто поверьте на слово. Поднадобится канат и поднадобится ящик. Показываю простейший алгоритм, по которому вы можете научить любого человека подниматься на канат методом в 3 перехвата в замок. Итак, первое, что нужно тебе понять и освоить, это положение каната и ноги. Колено наружу, стопа внутрь. Подтягиваешь колено максимально высоко. Ставишь, повторяешь несколько раз подряд, пока не будешь это делать на автомате. Колено наружу, стопа внутрь. Пробуй. И колено груди подтягивай высоко. Каждый раз сюда. Сделай еще 4 раза подряд, не сбиваясь. Попробуй другой ногой сделать. Колено возле каната. Не канатом к колену, а колено возле каната. Вот, да. Хорошо. Отходи. Следующим шагом обучаем наших подопечных или сами себя вязать уже замочек. Для этого садимся на ящик, на скамеечку, неважно. Ставим ногу правильно, как только что научились. И второй ногой закидываем канат на стопу. Вот сюда. Канат немножко коротковат, но в целом можно это делать. Закидываем, чувствуем, что вот сформировался такой замочек. Ты можешь ногой верхней давить, и канат не разъезжается так. Пробуй. Одна важная деталь. Стараемся делать так, чтобы не было открытых участков тела. Только в высоких носках, потому что канат имеет свойство повыше колена подтяни. Высоко-высоко. Больше будет каната свободного. И ставь стопа на стопу вот сюда. Теперь почувствуй, что ты можешь надавить и не съехать. Смелее стопа на стопу ставь. Почти, почти. Почему ты уехала? Потому что поставила только там на самый-самый краешек, немножечко захватила канатик. Смелее закидывай колено выше еще. И смелее большую часть канат может вообще сюда, если хочешь перекинуть даже. На чуточку сильнее захват. Прям встань ногой на канат и на стопу. Пока внизу каната мало, он будет немножечко не такой послушный, как когда каната много внизу. Иногда канаты таки длинные, стелятся по земле, тогда обучение проходит еще быстрее. Да, да, вот сейчас ты сможешь встать. Ручками. Все. Ребят, абсолютно любой человек обычно учится этому довольно быстро. Дальше дело техники и смелости человека. Следующим шагом нужно сделать, попробуешь перехват? Это сделать перехват. То есть тебе теперь то же самое нужно сделать, когда ты будешь уже стоять на канатике. Встала, подтянулась и отсюда опять подтянула ногу, встала. Это не самый легкий в плане затрат сил вариант, когда мы подтягиваемся ручками, но самый простой к обучению. Как тратить меньше сил, покажу еще раз чуточку позже. Встала на замочек. Подтягиваешь опять так же ногу и делаешь без суеты. Просто без суеты. Отдохни, сделай то же самое без суеты. Видео получилось далеко не шорт, но зато все лайф и по-настоящему. На канат Настя никогда не поднималась. В школе поднималась на канат? В школе поднималась так, как я показал на видео, короче. Попробую еще раз. Просто без суеты. Там то же самое делаешь. Поднимаешь ножку, одну, и вместе с ней не поднимай весь канат. То есть она должна проскользить вдоль каната. Становись на замочек. Поднимайся. Теперь расслабляем канат. Одну ножку подтягиваем. Вдоль каната она скользит. Да, вторую. Пробуем еще раз. В любом случае, если внизу будет яма с тиграми, она уже сможет встать на замок и, по крайней мере, долго стоять. Это уже хорошо. Позорь меня. Не буду. Все буду одним куском скину, как это и было. Давай, попробуй еще раз. Смотри, почему не получается. Давайте для всех покажу, почему не получается. Ты пока отдохнешь. Ты делаешь перехват, стоишь, и потом ты поднимаешь сразу две ноги. Канат вместе с тобой поднимается, и ты никуда не продвигаешься. Чтобы этого не было, нужно поднимать из этого замочка, расслабить его, одну ножку поднять. Одну. Одна скользит вдоль каната, вторая ставится. Одна скользит вдоль каната, вторая ставится. То есть тебе нужно вторую ногу из-под каната достать. Пробуй. А так ты поднимаешь ногу, поднимаешь вторую, и вместе с ней поднимается канат, и остаешься на том же месте, начинаешь паниковать, и падаешь вниз. Раз. Колено. Колено возле каната, напоминаю. Встала без суеты. Одну ножку расслабила, вторая вдоль канатика. И становимся. Все. Если коснется вопрос спасения с вертолета, не ползи выше. Я еще не показывал видео, как спускаться с каната. Спасение с гор, допустим, вертолет за вами прилетит, или наводнение, или кораблекрушение, то вы сможете спастись. Те, кто считает, что канат придумали в школьной программе и в программе каких-то физкультурных программ, короче, для того, чтобы тренировать сил рук, нет. Канат – это прикладной снаряд для спасения в экстремальной ситуации. Если за вами стоит очередь таких же людей, которым нужно спастись, никто не должен зарекаться от того, что это может случиться с кем-то другим, но только не с вами. Если за вами стоит очередь таких же людей, которые ждут, когда вы спасетесь, то нет смысла понтоваться и ползти уголком, мать его, и только на руках. Вы должны сделать это максимально быстро, чтобы большее количество людей смогли подняться за вами. Если вы будете тупить на канате, подниметесь и будете висеть, вы этим самым, или упадете на человека снизу, вы этим самым испортите или закончите жизнь и себе, и другим. Для того, чтобы тренировать силу мышц, вы можете использовать канат и подниматься без рук. 100% можете с гирей подниматься, как угодно. Но сам навык подъема на канат думан не для этого, это то, что должен уметь делать каждый, как пользоваться огнетушителем. Всем пока!